так мы в отеле марка пола вот они огромные потолки вот моё окошко вот мой рабочий стол ну и рабочий аэродром с вами юрий сейчас я вам про этот сам один из самых мистических домов санкт-петербурга и так значит строился дом не просто так а для тайного советника калачева ну чем занимался этот человек я вам не скажу потому что это до сих пор является государственной тайной подпиской в этом доме проживал ну кто хочет может конечно найти проболтаться ну как бы что курировал господин калачев в общем многие сами догадаются кто смотрит мой канал давно в этом доме проживал известный математик липунов чем он занимался вы конечно сразу начнете строить теорию математика нет товарищ липунов занимался не просто так он занимался конкретными вещами обшитал конкретные задачи задачи это был расчет эфирных полей и расчет порталов именно поэтому тихий зеленый дворик присутствует который я показывал на фотках и так далее и заметьте вот учреждена золотая медаль она тоже не просто так учреждена ну то есть по сути дом является ну как бы работающим устройством так я вам скажу вполне известным ну то есть кроме люпунова тут же еще не менее выдающиеся но знаменитые люди которые ввиду секретности их работ государственной важности они просто нигде не фигурируют именно поэтому я выбрал вот это вот хозяйство вот этот вот отель чем собственно я очень доволен ну сейчас я покажу вам его подвал где располагается бар такие картины висят это петербург причем что интересно да когда пытаюсь в этом здании что-то вот снимать конкретные часы тут же начинаются помехи вот арочные потолки такие помехи ну как бы такие вот шумовые да забивают все это крики там вопли и так далее люди какие-то в кадре появляются по страну то есть это уже третья четвертая попытка эти ваза как вот все это достаточно интересный функционал имеет добрый вечер да я вчера собирался снять потолки арочные как бы старую кирпичную вкладку с вашим напарником перед закрытием разговаривал просто обалденный вид как будто старой крепости в какой-то таверны или в форте где-то находишься они просто внушают вот своим видом таким это карта посетителей можно отметить кстати кто-то был между прочим нет из комсомольска еще никого не было простите а где вот булавки на карту воткнуть как ни странно с моего места никого не было если можно оранженную или красную какой-нибудь или зеленую но просто вот с хабаровска люди были а с моего города никого хабаровс зелененькая вот она а с комсомольска никого чем интересно то почему этот поворот стоит сейчас я буду посмотреть а нет стоит с комсомольска на море извиняюсь стоит зеленый кто-то был а почему поворот тогда здесь реки странно ну да но кто-то был вот отсюда ладно извините не удалось и не удалось и хотя с другой стороны знаете что можно вот мы еще одно место япония токио ну пусть будет токио потому что в токио и кагама тоже присутствует в этой мистической картине мира вот такой вот обалденный бар чем он не сильно большой дама амазонка стоит неплохая акустика для такого помещения все уверяют что внизу больше ничего нет ну я честно говоря сомневаюсь и что вот это все фундамент никаких подземелья катакомб не существует трубы вентиляции вот это выходят окошки такие маленькие то есть оно вровень с асфальта но батарея конечно современная все остальное как бы не более чем вот видно надо сейчас выйду на улицу покажу с улицы вот эти окошки бар кстати слабо алкогольный ой это для счета поэтому винная карта вот вот это для счета крепких напитков тут нет то есть тут вина портвене в общем все такое преимущественно испанские хотя есть и италия есть и аргентина есть и франция а у британцев все все меньше ну россия тоже присутствует хотя вот написано крепкий алкоголь а вчера мне уверяют что крепкого нет вот оно ну ладно как бы по ценам я посмотрел самое главное все таки это вот архитектура темы этого сюжета пошел наверх сейчас покажу окошки какие бар на какой они высоте находятся чтобы вы представляли себе чтобы представляли насколько это глубоко то есть вот оно то есть окошки вот вровень с асфальтом да и сейчас это вот мое окно светится воршливый сосед через одну который жаловался на шум это въезд сюда и зайду я сейчас вот в дворик здесь у меня кстати видите вот заделана стена глухая то есть как бы окна у меня присутствует но они заделаны в моем случае подсветка идет автомобиль едет и вот этот тихий дворик тут присутствует уже новодельный лифт ну это как бы современные вот внутри этого дворика собственно вот этот вот сквер специальный ну если так глянуть на дорожки напоминает всем известный андреевский флаг даже скворечник присутствует то есть они диагонально так сходятся хотя это уже сейчас переделано было то есть изначально наверное было все таки наискось наискось потому что вот эти вот гаражи это вот новодел вот это вот ну тут театр на васильевском сейчас я подойду просто чтоб совсем уж было понятно насколько тут место интересно там где лицедеи там присутствует всегда что-то такое что они прячут то есть это вот театр на васильевском драматический причем причем государственный понимаете вот он ну а вход у него со стороны линии то есть это все здание его как бы первый этаж вот такие вот дела надеюсь было интересно да деревья достаточно старые ну хотя наверное послевоенные все таки войну их спилили все тут потому что было да деревья послевоенные конечно же в отличии от липы которые там более старые рубятся по городу это все таки послевоенные войну спилили на дрова и прочее вот такие вот пироги и так что хотел я рассказал но другие дома тоже интересные здесь вот тоже видите соседний дом с этими самыми с окнами которые вы простите ну вот и все подземные но такого большого уровня домов тут специальной постройки как бы нет так что захотите проверить захотите даже поспорить со мной приедьте побудьте в этом месте пару ночей проведете вы поймете что это пятиэтажка очень даже не простая очень даже с загадками заметьте балконов не так много вот один, второй, третий, четвертый все с вами был Юрич Санкт-Петербург отель Марко Поло надеюсь вам понравилось спасибо спасибо спасибо